О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов доложила начальник финансово-экономического управления и заместитель главы администрации Лариса Калмогорова. В 2022 году предлагается доходы и расходы увеличить на одну и ту же сумму. Это 773 миллиона 859 тысяч рублей. После уточнения бюджет по доходам в 2022 году будет составлять 12 миллиардов 388 миллионов 97,6 тысяч рублей. По расходам 12 миллиардов 388 миллионов 97,6 тысяч рублей. Бюджет сбалансирован. Представители контрольно-счетной палаты подтвердили все заявленные поправки в бюджет. Контрольно-счетная палата подтверждает заявленные параметры бюджета с учетом сбалансированности бюджета в плановом периоде 2022 и 2023 годов и с учетом сложившегося дефицита в результате внесенных изменений на 2021 год. Также депутаты рассмотрели вопрос о дополнительной социальной поддержке многодетных семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет. Приняли решение о том, чтобы компенсацию давать многодетным семьям, которые отказываются от очереди в детском саду. Это не муниципальная программа, но мы идем в ногу. И соответственно нашим многодетным, потому что некоторые отказываются и воспитывают детей у себя дома, то есть будет выплачиваться компенсация. Особо знаковым стало решение об установке шлагбаумов во дворах домов под номерами 1 и 25, расположенных в северном квартале. Этот вопрос был рассмотрен после многочисленных обращений жителей микрорайона Купеленко с просьбой оградить их придомовые территории. Эта инициатива достаточно новая, первые такие решения будут и дальше приниматься такого же плана, связанные с тем, что жители сами выходят с инициативой, мы их естественно будем поддерживать, инициативы ограничения трафика вблизи своих домов. Это два тупиковых дома, где соответственно на этой территории в свое время жители провели общее собрание. Дальше они обеспечивают диспетчеризацию этих шлагбаумов круглосуточную. И соответственно там все это решение согласовано со всеми ведомствами, и вот оно сегодня попало на стол Совета депутатов. Я уверен, это первое решение, но никак не последнее, потому что у нас на территории округа эта проблема остро стояла. И еще раз говорю, положение мы это приняли только по огромной просьбе наших жителей. На заседании подвели итоги работы за год местной администрации и депутатского корпуса. Результаты работы видны, несмотря на то, что деньки впереди еще предстоят жаркие с точки зрения закрытия всех контрактов этого года. Но тем не менее, тот финансовый документ, уточнение последнее, который принят по 2021 году, тот бюджет на 2022 год, который принят был чуть раньше и с рекордными цифрами для Ленинского округа, позволяет надеяться, что и в 2022 году нам предстоит много и очень надеюсь успешно работать. Сделали немало, спасибо, я хочу сказать, большое и нашему финансовому блоку, и администрации, нашим прежде всего жителям, от которых мы получали своевременные наказы и какие-то, что назывались, скрывались боевые точки, которые мы пытались решить. Что не успели сделать, естественно, будем доделывать в следующем году бюджет, напоминаю, уже принят на следующий год. Будем его корректировать с учетом, в том числе, мнения жителей с территории. В ходе совещания депутаты рассмотрели еще несколько вопросов согласно утвержденной повестке. По всем пунктам были приняты положительные решения.